Хочу немножко порассуждать, включить, попытаться. Не переоцениваю себя, не переоцениваю свои силы. Понимаю, что сейчас мозг будет, вот именно сознание включить достаточно сложно, но может быть какой-то мой авторитет и мое спокойное состояние. Факты, аргументы, цифры, графики как раз-таки позволят взглянуть на текущую ситуацию немножко с другой точки зрения. Итак, что мы наблюдаем глобально, ребят? Глобально мы наблюдаем следующую картину. Я тоже об этом очень много говорил, в том числе на YouTube-канале. У нас глобальная картина складывается следующим образом. Повсеместно растет инфляция. Ну, это было понятно, это было ожидаемо, потому что 8 триллионов долларов эквивалента эмиссии денег в период коронавирусной инфекции они бесследно не проходят. Это мы понимали, мы осознавали, что инфляция, скорее всего, вырастет. Опять же, я на съезде говорил, давайте там в двух словах, если интересно, можете там написать в техподдержку, чтобы купить записи этого съезда. Я объяснял, что есть механизм перераспределения активов. Активов – это, соответственно, инструменты, создающие прибавочную стоимость от богатых к бедным. И такими инструментами перераспределения активов является леверидж-кредит, то есть в периоды сильного кризиса, кто имеет кредит, они теряют активы, теряют достаточно серьезно, еще должными остаются. И второе – это инфляция. Очень высокая инфляция, когда начинается очень высокая инфляция, теряется доверие к определенной валюте, находится некая альтернатива замены. То есть вы можете опять-таки посмотреть историю Веймурской республики, каким образом там произошла кардинальная смена собственников активов в Германии в 20-х годах, когда инфляция приняла галлопирующие темпы. Многие компании не смогли из-за этого выжить, потому что в том числе были закредитованы. И на самом деле инфляцию в Веймурской республике погасили за 6 месяцев. То есть галлопирующие темпы инфляции были погашены за 6 месяцев. Была создана альтернативная валюта. И сказали, ребята, эта валюта надежна, она всем обеспечена, а вот предыдущие марки, какие у нас были, дойч-марки, они не ходят. Или они обмениваются с коэффициентом 1 к миллиону. В принципе, люди поверили. И произошла смена. Смена собственников достаточно существенная. Я как бы про это говорил, на это указывал. Возвращаясь к вопросу о том, что нужно было ожидать, почему я говорил, что должно произойти какое-то экстраординарное событие, потому что получается то, что необходимо сейчас для лишения абсолютного большинства людей, населения земли активов, причем крупных инвесторов, которые с мозгами, у которых хорошее образование, у которых значительный капитал, у которых грамотные финансовые советники. Что нужно сделать? Нужно подорвать в какой-то степени доверие к доллару, а подорвать доверие к доллару ты можешь путем инфляции. Но при этом одновременно ты должен иметь право дополнительно еще имитировать доллары, иметь высокие цифры инфляции. И с тобой должны согласиться, да, это нормально, да, это правильно. В нормальной экономике ты этого сделать не можешь. То есть, когда у тебя инфляция растет до 7,5%, то, что мы видели, то, что мы наблюдали, в принципе, и говорили Федрезервы. Ребята, а вы что, блин, пожар не тушите, да? То есть, говорите, все нормально, у вас уже весь дом горит, да? У нас там Вася любит в Ютубе о лених, да, рассказать про это. Ты что, не видишь, что происходит? Да все они прекрасно видят, и все они прекрасно понимают. Должна была быть ситуация, которая бы открыла карбаш и развязала руки, связанные с тем, чтобы можно было дальше печатать деньги, несмотря на рост высокой инфляции. Это вот некое такое лирическое отступление. Давайте посмотрим по цифрам, по графику. Высокая инфляция, констатируем это как факт. С 1 марта Федеральная резервная система США прекратила печатать деньги. От слова совсем. То есть, вот этот вот скачок эмиссии, вот мы видим, что было до пандемии, активы на балансе Федрезерва составляли там 4,2 триллиона. Сейчас на 23 февраля информация, которую я смог получить, составляет 8 триллионов 928 миллиардов долларов. Это объем напечатанных долларов Соединенными Штатами Америки. То есть, 4,2 минус 8,9, это у нас получается 4,7. 4,7 триллиона долларов только напечатано было Соединенными Штатами Америки. Еще сопоставимый объем был напечатан Европейским Центробанком. Именно вот эта вот избыточная денежная масса, которая была напечатана, частично она была стерилизована через фондовый рынок, частично она пошла в экономику и начинала разгонять инфляцию. И вот мы видим темпы роста инфляции на уровне 7,5% в январе 2022 года. Конкретно по США мы видим вот эти вот год к году темпы роста инфляции. Вот Европейский Центробанк, активы Европейского Центробанка. То есть, опять-таки, вот у нас с кризиса, до кризиса было где-то 4,8 триллиона евро было напечатано. Сейчас 8,667. Получается, там чуть меньше 4 триллионов евро было напечатано Европейским Центробанком. Что из себя представляет печать денег? Что это за программа количественного смягчения? Как она выглядит, если бы это объяснить простым языком? Федеральная резервная система США берет у себя в системе расчетов, в компьютере пишет 1 триллион долларов. 1 триллион долларов появились из воздуха, напечатано. На этот 1 триллион долларов она покупает облигации правительства Соединенных Штатов Америки. То есть, правительство Соединенных Штатов Америки выпускает облигации на 1 триллион долларов. И, соответственно, Федеральная резервная система США выкупает эти облигации. Ну, то есть, они выкупали не только облигации правительства, 80% активов, которые выкупала Федер-резерв в рамке программы количественного смягчения, это были правительственные облигации Соединенных Штатов Америки. Она, соответственно, покупала эти облигации, правительство, соответственно, обязалось по этим облигациям платить какой-то купон фиксированный, и эти активы появлялись на балансе Федеральной резервной системы, и вот эти активы. То есть вот на этом графике вы как раз видите, как эти активы появлялись на балансе Федеральной резервной системы. Соответственно, когда они растут, печатный станок работает. Когда они падают, печатный станок выключен. И наоборот, эти облигации продаются в рынок. То есть они продаются в рынок, соответственно, они покупаются за доллары, доллары изымаются, может там внутри Федрезерва как-то погаситься, а эти облигации, они оказываются в рынке. Ну, я думаю, что это понятно. Что мы получаем сейчас? Когда у нас инфляция достигла значения 7,5%, то начались разговоры, что инфляцию нужно сдерживать. Сдерживание инфляции, в свою очередь, если объяснить опять же на словах, схемами, то есть у нас начинает расти инфляция. Что делается первым делом? Прекращается программа выкупа активов. То есть сначала Федрезерв, потом Европейский Центробанк перестают просто печатать. То есть они перестают рисовать новые нули валюты на своих счетах и перестают покупать облигации. Следующим этапом является повышение процентной ставки, то есть удорожание денег, чтобы погасить инфляцию. Повышение процентной ставки, соответственно, приводит к снижению инфляции и сокращаются активы на балансе. Я опять вернусь. Европейский Центробанк этого не делал. По сути, с 2008 года постоянно было незначительное снижение. В 2014-2015 году, пока не начались проблемы у стран еврозоны, когда Греция чуть не дофалкнула, Португалия, Испания и там, соответственно, все вот эти новые облигации, которые они выпустили для того, чтобы услужить долг, Европейский Центробанк выкупил и дальше выкупал. То есть с 2014 года вообще сокращения активов на балансе ЕЦБ не было. И, соответственно, что происходит? Центробанки продают активы со своих балансов, они появляются в рынке. И это приводит к тому, что ликвидность заканчивается, долларов становится меньше и инфляция постепенно увеличивается. И это классические шаги. Классические шаги, которые предпринимались до этого. Но нужно сделать одну существенную оговорку. А эта существенная оговорка заключается в том, что никогда ранее, до 2021 года, меры монетарного стимулирования не реализовывались только посредством печатных станков. Каждый раз, когда происходил экономический кризис 2008 года, 2000, я не знаю, 1998 года, процентные ставки в мире были на значениях, с которых они могут падать. То есть условно было значение 5%, а ты с 5% можешь упасть до 1%, до 2% и поддержать экономику, сделав деньги более дешевые. После кризиса 2007-2008 года, даже опустив ставку до нуля, этого было недостаточно для того, чтобы запустить экономику. А когда мы говорим о кризисе 2021 года, процентные ставки и так были. В Европе они были около нулевые, а в Америке они там были не очень высокие. То есть падать неоткуда. То есть нет вот этого стимула, да, шокового, когда у тебя там условно деньги стоят 5%, а ты такой, чтобы поддержать экономику, говоришь, ребят, все, с завтрашнего дня у нас деньги стоят 0%. В банках сможете взять кредит под 0,5%, а мы банки будем кредитовать под 0%. И это такой, да, то есть как адреналин, короче, ну то есть человек потерял сознание, ему адреналин вкололи, да, и кислороды начали запитывать. То есть это вот сопоставимый эффект оказывается. В 2021 году из-за того, что процентные ставки и так были на нулевых значениях, то есть у тебя, по сути, адреналина этого не было. То есть ты не мог вколоть вот этот вот укол для того, чтобы задать импульс экономике, чтобы она выскочила из кризиса. Именно классического инструмента, связанного с снижением процентной ставки. И единственная возможность, которая была у мировых центральных банков, это напечатать деньги. Поэтому, когда начинают говорить о том, что инфляцию будут сдерживать за счет того, что будут повышать процентную ставку, я говорю, ребят, инфляция была вызвана не процентными ставками низкими, а тем, что были напечатаны доллары и были напечатаны евро. Если провести некую аналогию, да, сколько же это составляет? Каждые 500 миллиардов долларов, которые появляются на балансе Федеральной резервной системы, это равно 0,25% пунктов. То есть, когда у вас процентная ставка ноль, вы ее ниже опустить не можете, вы выпускаете деньги, увеличиваете денежную массу, которая идет непосредственно в экономику. И каждые 500 миллиардов долларов, выпущенные посредством программы выкупа активов в экономику, по сути, равноценно в плане экономического эффекта снижения процентной ставки на 0,25% пунктов. И если мы говорим, что Федрезерв напечатал там 4,7 триллиона долларов, то мы можем 4,7 разделить на 500. Что мы в этом случае получим? Давайте я сейчас посчитаю. Да, 9,4. То есть, по сути, сейчас процентная ставка в Америке минус 9,4. И тебе надо не процентную ставку повышать, а тебе нужно сокращать сначала активы на балансе. Ты можешь сдержать инфляцию путем резких заявлений, что ты будешь повышать процентную ставку, но более эффективной мерой будет снижение активов на балансе. Суть в том, что можно просто посчитать. Сокращение активов на балансе на 500 миллиардов – это повышение процентной ставки на 0,25. И в условиях текущей инфляции, что нужно сделать для того, чтобы обуздать инфляцию и ввести ее в нормальный диапазон для Федеральной резервной системы, им нужно продать, я только про ФРС сейчас говорю, им нужно продать активы с баланса в следующие 12 месяцев где-то на 1,5-2 триллиона долларов. Прожда же активов на 1,5-2 триллиона долларов – это сопоставимо повышение процентной ставки 1,25, 2% пунктов. С позиции экономики, с позиции неокортекса я вам объясняю ситуацию глобальную, и пока вот если вы заметите, как бы Россия тут и Украина вообще не пахнет. Что мы смотрим дальше? Если вы повышаете, это вот стоимость затрат на обслуживание государственного долга США в миллиардах долларов, то есть если в 2016 году нужно было 250 миллиардов долларов, чтобы обслужить долг, то в 2020 году при стоимости, при эффективной процентной ставке 0,01, затраты на обслуживание долга в 30 триллионов долларов составляют 585 миллиардов долларов. Это при процентной ставке ФРС 0,01. Около нуля. То есть если у тебя будет повышение процентной ставки даже на 0,25, то правительству просто элементарно нужно найти где-то порядка 1 триллиона долларов, где-то дополнительно для того, чтобы обслужить уже текущий долг. Где брать? Кто будет покупать долг? Десятилетние облигации Соединенных Штатов Америки. Постепенно переходим к России. Я специально сделал некий такой график. Это у нас 22 февраля 2022 года. До этого там за месяц в начале февраля доходность была там 1,8 и начала расти. Почему доходность начала расти? Почему доходность облигаций начала расти? Ребята, кто не очень силен в рынке облигаций, здесь идет некая обратная зависимость. То есть если доходность облигаций растет, это значит, что облигации падают в цене. Это значит, что их продают и желающих продать больше, чем желающих купить. Рост доходности облигаций – это плохо. Падение доходности облигации – это хорошо, потому что тогда облигация растет в цене непосредственно. И что мы видим? Мы видим, что 10, ну, то есть всплеск февраля, почему это произошло? Вышли данные по инфляции за январь 2022 года. Ужасающе. Максимум за 40 лет. И когда у тебя инфляция 7,5%, а доходность облигации тебе несет 1,7%, что такое 1,7% доходность 10-летних облигаций? Это ты соглашаешься, как инвестор, с тем, что ты вложишь 100 долларов на 10 лет и будешь каждый год получать 1,7 долларов в следующие 10 лет. При инфляции 7,5 пусть повысит процентную ставку. И для того, чтобы инфляцию сдержать, тебе нужно опустить процентную ставку, чтобы облигации стали привлекательными. То есть твоя доходность в 1,7% по сравнению с инфляцией в 7,5 приводит к тому, что у тебя реальная доходность с поправкой на инфляцию составляет там минус 5-6%. Кому это нужно? Кто будет покупать такие облигации? И начались продажи, пришла информация по инфляции за январь, в облигациях начались продажи, доходность начала расти. Вот 14 февраля, когда вот это первое падение началось. То есть что значит падение? Значит возник какой-то спрос на облигации на трежеря американские. 14 февраля сам Джо Байден заявил о том, что Россия готова напасть на Украину. 14 февраля выходит новость в Блумберге, ну потом они ее стирают через 2 часа, что Россия начала военную операцию на Украине. Вот, сразу возникает спрос на облигации. Почему необходим спрос на облигации? Я вам объяснил, что именно эти облигации имеет федеральная резервная система на своем балансе. Именно эти облигации нужно продать в рынок. Нормальный, разумный человек, имея доходность 1,7% по облигациям при инфляции 7,5%, пусть даже она упадет до 5%, он понимает, что у него реальная доходность отрицательная, ему эти облигации за 2 копейки не нужны. Он их не покупает, он их, наоборот, продает. Вот, видны эти продажи, потому что инфляция выросла. И у нас каким-то чудесным образом вдруг начинается война. А если посмотреть, ребята, какие события до этого происходили, сколько раз президенты России и США общались по телефону, они, по-моему, за этот месяц, полтора, с декабря 2021 года. Президент России, наверное, столько с американскими президентами не говорил за все время своего правления. Ну или премьер, наверное, столько же. За полтора месяца. Из-за того, что мы находимся в публичном пространстве, я не могу многое сказать, поэтому, наверное, придется вам читать между слов. Но что, лично я считаю, здесь с позиции экономики преследуется. Геополитическая напряженность приводит к тому, что инвестору становится плевать на доходность. Интенсивность подачи информации, то, о чем я говорил вначале, отключается разум. Работают только рефлексы и эмоции. То есть мозг ничего просчитать не может. Выдающиеся экономисты, финансисты, им становится плевать, что они имеют реальную отрицательную доходность по облигациям Соединенных Штатов Америки. По крайней мере, они уж точно расплатятся. И у вас в моменте возникает бешеный спрос на облигации. Просто соотнесите доходность облигации, какая она сейчас является. То есть она, по сути, пришла. То есть что это значит? Доходность упала. Значит, эти облигации кто-то покупает. Ребята, вчера десятилетки США – это огромный рынок. То есть это один из самых ликвидных рынков. Всего 30 триллионов объем гособлигаций Соединенных Штатов Америки. Самый ликвидный рынок с колоссальными объемами. Вчера облигации государственной десятилетки американские росли на 6-8% в течение дня. То есть АДР, акции российских компаний падают в цене. Иностранцам запретили продавать российские активы. И они в депозитарных расписках все продают. Еще посмотрим сегодня, какие цены на это. И они что покупают? Они фактически сейчас покупают облигации, которым… Ну, то есть Федрезерву ему нужно продать 2 триллиона бандов, которые у него на балансе продать в рынок. Чтобы потом иметь возможность еще печатать деньги. Инфляция все равно будет продолжаться, будет находиться на высоких значениях. Но здесь можно сказать, ребят, ну война же. Вы смотрите, в Европе страна с ядерным оружием начала военное действие, военные операции. И как втягиваются в конфликт, в принципе, другие европейские страны в настоящий момент. В то время, как работают рефлексы, в то время, как работают страх и жадность, нам жалко, обидно, несправедливо. Ну, нас просто разрывает. И от страны, в которой живем, и то, что происходит, и братский народ жалко. Ну, смотрите под шумок, что происходит у людей, которые есть здравое сознание. Фед продает облигации. Чуваки продают акции российских компаний за 5% от стоимости, которая была еще 2 недели назад. Если в депозитарных расписках посмотреть, ребят, в депозитарных расписках Сберр стоит 20 рублей. 20! Хотя в ноябре 2021 года стоил 330-350. Когда твоими действиями руководят рефлексы и эмоции, ты делаешь такие сделки. В здравом уме и светлой памяти ты этого не сделаешь. Причем эти сделки, посмотрите, ребят, когда проходят. Когда просто нейронная система, она слетает с катушек. То есть эти сделки реально проводятся сейчас. Эти решения, которые принимаются, ограниченная ликвидность. Закрыли торги, невозможно купить. Можно купить только или продать только в Англии. Курс доллара вырос. Как это все пересчитать через кросс-курс? Что делает Центробанк? Здесь в России продать эти активы не можешь, тебе запретили продавать. Я не могу сказать, что это какие-то скоординированные действия, но то, что происходит, вот на настоящий момент я говорю, что это очень хорошие возможности, которые появляются в такой ситуации. То есть при инфляции в 7,5% люди готовы покупать банды с доходностью 1,8% в следующие 10 лет. И на самом деле здесь еще может продолжиться рост падения доходности. Я вам больше покажу. Доходность 10-летних облигаций Германии. На 66% упала доходность гособлигаций Германии. Вчера конкретно. И если опять-таки по графику посмотреть, до 14 апреля доходность бандов росла. Но это логично, это понятно. Цены на энергоресурсы в Европе очень высокие. Инфляция разгоняет. Европейский Центробанк печатал евро в том числе. То есть просто здесь еще дополнительным фактором, помимо США, являются цены на газ в Европе, которые имеют. А это очень высокая инфляционная составляющая, которая влияет непосредственно на инфляцию. То есть инфляция и в Европе растет. Тоже значения достаточно высокие. И поэтому понятно в этой ситуации, что доходность этих бандов немецких, она росла. Что мы наблюдаем в этой ситуации? Огромнейший спрос на банды Германии. Потому что все спасаются. Потому что акции сейчас никому ничего не нужны. И под шумок на самом деле. Ты можешь на балансе не показывать, что ты распродаешь активы. Но кто мешает? И кто тебя за руку поймает? Но при этом акции российских компаний в том числе распродаются. Очень здравые мысли. Я на многих каналов подписан. То есть люди, которые, на мой взгляд, очень здраво рассуждали. Они сейчас какую-то бредятину начинают писать. Конкретно, что я прочитал. Когда «Газпром» стоит по 20 рублей, меня удивляют люди, которые считают ПИЕ Сбербанка. Потому что у Сбербанка нужна будет декапитализация, дополнительная эмиссия ценных бумаг. Какая декапитализация? Какая дополнительная эмиссия ценных бумаг? Посмотрите, Центробанк что сделал. Он расширил все резервы, он расширил все нормы резервирования. Он, соответственно, расширил диапазон валютного курса и цена, по которой будут оцениваться активы, которыми владеет тот же самый Сбербанк, в том числе в форме ценных бумаг и облигаций. У Сбербанка сейчас недвижимость стоит в 4 раза больше, чем стоит его одна акция – рыночная капитализация. Недвижимость – просто офисы, которые Сберу принадлежат. Балансовая стоимость в 2-3 раза выше, чем текущая цена. Вы что, ребят? Алло, какая дупомиссия? Какую норму резервирования? Вы вообще о чем говорите? То есть ни о кортексе не работает, ребят. Он отключен. До него импульс не доходит. Его просто постоянно каждый день бомбят новостями. И тогда возникает вопрос, о кого вы слушаете, что вы читаете. Вот что мне непосредственно хотелось сказать, да, и вот вам примеры конкретно, к чему приводят, когда нет возможности передохнуть, нет возможности скрыться от информационного фонда, нет поддерживающего сообщества. То есть, понимаете, не о кортексу, а о сознанию. Ему какие-то рэперные точки нужны. Что это из себя представляет? Газпром по 97 рублей. Ну, то есть вот ребята, коллеги из телеграм-канала «Доход», управляющей компанией, они привели такое, то есть это не я сам посчитал, сразу говорю, что это у них взял. Вы можете пересчитать достоверность информацию, перевели текущие цены в рубли, ну, российских депозитарных расписок в Лондоне, по курсу 94 рубля за доллар, 105 рублей за евро. И количество, соответственно, акций, которые в одном АДР или ГДР находятся. Газпром сегодня, сегодня, Газпром, сегодня у нас первое число, первое марта, Газпром стоит 97 рублей, Лукоев стоит 1000 рублей, Норникель стоит 8369 рублей. Я помню, там ролик интересный написал, говорю, ну, ГМК на английский никель, в принципе, интересно тысяч по 16-17 покупать. Тейтеры там, говорят, Максим Аксисий, когда будут цены? Вот, ребят, никель не 17 тысяч рублей, а 8 тысяч рублей. Сбербанк 23 рубля 64 копейки. Для понимания, в январе 2009 года Сбербанк минимум достигал значения там в районе 15 рублей, где стояла планка от внешнеэкономбанка, который там размещал средства Минфина. То есть по 15 он просто пылесосил с рынка. Сейчас 23. В январе 2009 года балансовая стоимость Сбербанка составляла 37 рублей на акцию. Сейчас там порядка 90, если мне память не изменяет. Что такое балансовая стоимость в размере 37 рублей? Вот если Сбербанк, правда, все активы, какие у него есть, вообще все, облигации, недвижимость, офисы, то есть все-все-все-все, что ему принадлежит. Погасит все свои обязательства перед юридическими лицами, перед физическими лицами, все депозиты отдаст. То есть полностью закроет. То есть чистые активы, размер чистых активов, балансовая стоимость на одну акцию Сбербанка, тогда в 2008-2009 году приходилось 37. Сегодня он в Лондоне стоит 23. Кто-то продает. Возникает вопрос, почему такая цена? What the fuck? Максим, ты что, один такой умный? Почему другие-то продают? А потому что в России за то, что происходит, нужно какой-то бенефит получить, как мне кажется. То есть понятно, что эти санкции быстро не снимут, понятно, что народ будет жить хуже, понятно, что будет какой-то элемент инфляции. Помимо всего прочего, это, знаете, это очередь на продажу. А вот вы просто представьте себе ситуацию, вы международный инвестор, у вас есть позиция в Сбербанке или в Газпроме или в Лукуэле, и вам говорят, а иностранцам вообще нельзя продавать акции российских компаний. Ну как, вы у нас золотовалютные резервы заморозили, мы заморозим средства иностранцев, которые вложены в российские акции и облигации. Получается, что если даже я условно человек, который готов рискнуть, чтобы купить, блин, мне пипец как страшно, что я сейчас эти акции куплю, и у меня их реально блокируют, я с ними ничего не смогу сделать. А у меня, если что, кредитные деньги или клиентские деньги, если я управляющий каким-нибудь хедж-фондом. И все хедж-фонды, управляющие, пенсионные фонды, они выстроились на продажу, потому что у них клиентские деньги, у них заемные деньги. Они используют активно заемный капитал. Но покупателя нету, покупатель не хочет брать на себя этот риск. И мы показываемся в ситуации, знаете, когда на рынке одни продавцы. Вы приходите на оптовый рынок, где продают огурцы. И одни продавцы, блин, огурцы портятся, жара стоит, с дождем это меняется, все это гниет, да, в ближайшее время там вообще в труху превратится. И все кричат на перебой, да, кто более маленькую цену предложит. И в такой ситуации, естественно, когда находится мозг, при принятии инвестиционных решений, это рефлексы и это эмоции. Эмоции страха. Продолжение следует... Продолжение следует...